Эта аппаратура используется для диагностики и главной лечения головокружения. Посредством игры и авторами на мониторинге, пациент совершает только колебательные движения. Картинка собирается, но посредством того, что вы сами ее собираете, колебанием своего тела. Как вам наши процедуры помогут? Очень хорошо. Врачи и руководитель санаторно-курортного комплекса «Делуч» Вера Севрюкова рассказывают делегации греческого города Лариса о возможностях учреждения. Здесь не только внедряют передовые методики, но и разрабатывают собственные. Это комната для реабилитации после серьезных травм. Есть устройства для разработки суставов, мелкой моторики рук. Это ответный визит делегации города Лариса. Программа «Самая обширная». Задача – показать все аспекты экономической и культурной жизни Анапы. Я надеюсь, что такое подробное знакомство с нашим городом будет способствовать тому, что попротивственные отношения между Анапой и Ларисом не останутся только на бумаге, а найдут реализацию в совместных проектах, обмене опытом и других мероприятий. Я считаю, что в наших силах сделать все, чтобы попротивство было намлажено на самом высоком уровне, стало многолетним, принесло пользу не только нашим городам, но и России, Греции в целом. На этом у нас есть желание и все возможности. Соглашение о побратимстве было подписано в минувшем году. В ходе официальной встреч делегаты часто говорили не «побратимские», а именно «братские» отношения. У России и Греции есть много общего в культуре. Лариса находится на материке, однако само название – имя внучки Посейдона, бога Морей. Вместе с тем в греческом городе развито виноделие. Некоторое время назад в моем кабинете был консул Южной Кореи. Он спросил, можем ли мы заниматься экспортом вина в тот регион. Все зависит от производительности отрасли. Лариса сама по себе не могла обеспечить необходимым количеством продукции. Можно этот вопрос обсудить, если мы будем это делать вместе. Что касается меня, я, конечно же, доложу по нашим местным предпринимателям, по картине сложившейся здесь в Анапе, но вы должны знать и следующее, что вообще вся Греция хочет заниматься с Россией различными видами бизнеса. Вместе с тем представители городов-побратимов отметили, что путь к экономическим отношениям лежит через реализацию культурных проектов. Заместитель главы города-курорта Людмила Мурашова пригласила представителей Ларис на фестиваль звонарей «Благовесту моря». И это не единственное направление для развития двусторонних отношений, начало которым положено в Ларисе и Анапе. Продолжение следует...